Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Соответственно, многие пьют коллаген, кто-то для здоровья суставов, кто-то для здоровья кожи. И сегодня мы обсудим, какой же коллаген выбрать. Коллаген у нас является основным источником соединения тканей в организме. Коллаген относится к семейству родственных белков. А белки, как правило, мы знаем, что составляют из аминокислот, состоят, и входят в состав, соответственно, коллаген, как я уже сказал, кожи, костей, сухожилий, костной кани, хрящи. Вот это вот прям все вместе, соответственно, создается из коллагена. Поэтому он применим как в косметологии очень часто, коллаген, да, применяют, так и применяют его при лечениях опорно-двигательного аппарата. И, возможно, ваш врач, там, мануальный терапевт, остеопат или травматолог, еще кто-то, у кого вы наблюдали, советовал вам пить коллаген. Основная функция коллагена – это поддержание прочности и эластичности соединительной ткани. И тут нужно вот что заметить. Оказывается, не весь коллаген для, так скажем, одинаково полезен для разных решений и задач. То есть, есть коллаген первого типа, так назовем его, отвечает за фиброз ткани. Сигнал для его запуска, для его синтеза является травма, да, таким сигналом. Получили травму, получили синтез этого коллагена первого типа. И коллаген второго типа характерен для хрящевой ткани, соответственно, непосредственно создание. Первый для фиброза, второй для, соответственно, хрящевой ткани. То есть, фиброз у нас, ну, не постоянно и не везде, слава богу, да, образуется. А вот ткань, в принципе, должна поддерживаться здоровая в хрящах, связках наших, на постоянной основе. Ну, и так есть, так называемый, третий тип, это когда запускается сигнал о разрушении коллагена. При разрушении коллагена образуется новый, да, с возрастом процесс нарушается, и не весь коллаген, соответственно, может замещаться, да. Значит, что тут хотелось бы отметить. Первый, третий тип, обычный или морской, подходит для восстановления кожи, да, волос, мышц, стенок кишечника. Второй тип коллагена у нас курин, первый и третий тип, соответственно, подходит бычий или морской коллаген, да, для восстановления волос он будет полезен, для восстановления кожи, мышц, стенок кишечника. И есть второй тип, куриный, для суставов он будет непосредственно. Поэтому, если ваш мануальный терапевт или кто-то вам не объяснил, да, у кого вы наблюдаете по лечению опорно-двигательного аппарата, вам нужно искать именно куриный, если вы лечите опорно-двигательный аппарат. А если вам косметолог порекомендовал, соответственно, пить коллаген, да, то вам подойдет бычий или морской коллаген. Также коллаген рекомендуется пить при недостатке дефиците белка, то есть, ну, при этом нужно сдать анализ, да, на общий объем белка. Его содержание должно быть на верхней границе референта, это где-то 80 грамм на литр, да. Соответственно, наличие жалоб может быть связанных с состоянием кожи, суставов, связок. Всем после 45 нужно пить коллаген, если у вас есть дряблая кожа, вот здесь вот на ручках, когда женщины жалуются, что дряблая кожа становится, тоже желательно пить коллаген. Курение, конечно же, конечно же, показания для того, чтобы пить коллаген. И рекомендовано к приему с утра, конечно же, коллаген на стощак за 30 минут до завтрака. Что еще хотелось бы сказать спортсменам, кто употребляет большое количество белка, возможно, коллаген и не стоит пить. То есть, тут не стоит себя перегружать, да, большим объемом добавок, если вы, соответственно, ну, не уверены, что, к примеру, не получаете из ваших мульти каких-то добавок, мультивитаминов этот самый коллаген, ну, и вообще большой объем белка. Потому что, ну, есть определенные пределы, да, насыщение вообще белком организма, можно и перестараться. Поэтому тут важно понимать, что если у вас в куче огромное количество белка в вашей диете, то, конечно же, возможно, стоит, ну, как-то более дифференцированно отнестись к приему различного белка, может быть, немножко разгрузить организм, а потом добавить именно вот эти вот коллагеновые соединения. Дорогие друзья, все есть лекарства, все есть яд, все дело только в дозе, поэтому советуйтесь с вашим врачом в любом случае о применении того, той или иной добавки. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях и своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Спасибо.